Привет, привет, дорогие друзья! Как говорится, есть хорошие новости для нас всех с вами. Спасибо всем, кто мне писал и сообщал о ходе выборов в Соединенных Штатах Америки. И, как мы видим, Дональд Трамп победил. Это, друзья, естественно, хорошо, и это является какой-то реальной надеждой на мир в нашем государстве. Потому что внутри нам надеяться не на кого. Партия войны у нас захватила власть, хотят воевать, к сожалению. И сейчас продолжают рассказывать про какой-то потужный план победы и воевать до последнего украинца. Я так жить не хочу, я хочу, чтобы война как можно скорее закончилась. И давайте начнем с официального депутата, что у нас есть одна, и она рассказывает, ну, послушайте, в общем. Вы встречались и говорили с наближенными людьми до команды Трампа, и что вы слышали от них какое-то там грунтовное глубокое бачение завершения войны. А поделитесь, от просто для понимания нашей аудитории, первое, второе, третье, что может лягти в цей пропозиции, план Трампа? Такого Трампа плана наразі не существует. Я думаю, что это как раз будет сейчас в центре внимания всего мира. А что есть этим планом? Когда я задавала такие вопросы, то, как правило, ответы начинаются с того, что они рассказывают, республиканцы, как Трамп, как президент, который был в первом термине, как он ввел в зовнишнюю политическую деятельность, какого військовой помощи он давал в Украине, что джевеллини тогда приехали в Украину только за допомогою Трампа, что військовая помощь никогда не была затримана. Но сейчас, конечно, Трамп хочет завершить войну, и он в своей промои сегодня про это говорил. И я уверена, что это не будет как раз популистическим каком-то кроком. Но это будет очень тяжело, потому что свет не такой, как был, когда он был первый раз президент. То есть депутаты из фракции «Слуги народа» от Зеленского считают, что у Трампа ничего не получится. Зато у них все очень хорошо получилось. У них, хочу напомнить, есть потужный план. Сначала его пытались куда-то там наружу вынести, где его оплевали все иностранцы. И потом они что-то там, вроде как внутри, какой-то потужный очередной план собрались делать. Но, как говорится, все эти потужные планы почему-то не срабатывают. Ну, в тот же момент, друзья, вот я специально хотел, чтобы вот эту глупость, которую она вам рассказывает, вы все с вами послушали. Дальше давайте посмотрим, как уже, как говорится, у нас все стало меняться. Буквально вот постель еще теплая, как говорится, а муж не ушел, а уже начало все меняться. Корниенко. Верховная Рада, заклыкая президента Трампа до помоты, закинчатый вину для проведения парламентских выборов. Это заявление от 6 числа, от вчерашнего дня, дорогие друзья. Вот такое он замечательное заявление. То есть, хотят они закончить войну, чтобы, наконец-то, уже выборы привести. Ну, конечно, выборы нам нужны, я об этом уже не раз говорил. И войну надо заканчивать. То есть, как-то так, еще, как говорится, даже и не приступило, но уже все как-то начало у нас сильно меняться. Дальше послушайте, что там писала Марьяна Безуглая. Сирский сделал подвід до выведения войск с Корщины. Только он не сказал, сколько территорий на Донецке и Харьковске было обминено россиянами за этот час, и сколько украинских граждан загинуло. Может, Александр Станиславович, вы особисто остались там? Свои заберут, а мы, может, вздыхнем с полегшением? Вот такие вот интересные рассуждения. Ведь мы знаем, Марьяна Безуглая, она как Ванга, у нее есть информация, и она никогда не ошибается. А по поводу того, что там Сирского оставит, да я ее бы там оставил с удовольствием, честно сказать. Она же хочет женщин наших на войну всех отправить, жену мою, например. Так ты там и оставайся, что ты такая умная? Андрей Ермак, кривник Офису Президента. Ты аж что сегодня тут хочешь показать? Как это правильно кто-то сказал? С детства за Трампа. Надо даже мне себе такую футболочку заказать. Но это меня не очень касается, потому что я в его отношении особо не критиковал его раньше, а сейчас не начал переобываться, как многие вот эти наши лидеры общественного мнения. Кстати, хочу заметить, дорогие друзья, что несмотря на все вот эти свершения, связанные с выборами США, у нас полиция и ТЦК в Одессе все равно продолжают эту самую бусификацию. Подтверждение этому мой телеграм-канал, опять же, вот эти видео, есть там все. Переходите, друзья, не формат для Ютуба, ссылочка в описании, естественно, к этому видео. Перейдите, друзья, ознакомьтесь и не забудьте подписаться. Хочу заметить, что таких видеороликов, ну, кроме как, наверное, в Одессе, эти умственно отсталые, которые работают в полиции и в ТЦК, догадаться такое сделать, ну, уже из других регионов, что-то такие видео в последний вот буквально день-два я не замечаю. На вашу думку, хто кращий, Трамп чи Харрис для Украины? Трамп. Чому? А чё залуженного-то зняла, а поставили сирского питання. Давайте будем говорити правду. Моё питання, щоб я всю владу верховно отправивати на ноль, на передову. ТЦК теж, мусорів теж, щоб вони купали у коп, воювали. А не сиділи по кабінетах, судді, депутати тут, а все не за кордонами, а ма зложить штабелями. Чому так, питання? Ну, давайте будем шукати правду-то в Україні. Я знаю, що до ноги-то продали, гроші-то крадуть, забирають мільйонами. Ось цей воєнний говорить дуже понятні і прості речі. Повністю тут з ним згадуся, ну, крім залужного. Я, чесно сказати, вважаю, що це все там команда Зеленського і той людина, який, не дай Бог, якщо він настанет якимось там президентом чи ще на якій-то должності останеться, пусть сидить в своєм Лондоні і не влазить відтуди. Тому що він, хочу напомніть, призывав женщин отправляти на війну сам, хоча б будучи воєнним, спрятався в Лондоні. Депутатів всіх на ноль, на передову. ТЦК теж, Мусарів теж, а в першу чергу Зеленського теж на ноль. То є в натурі, то є не президентом, то є для мене, то є, вибачте за слово, я бачаю, що скажу, це є Галима Залу. Вот такое вот отношення. На самом деле, я хочу заметити, всем людям війна-то вже вот здесь, вот тут вона вже. Просто кто-то не боїться об этом говорить, як я, а кто-то, понятно, запуганий, боїться обстоятельства разные. Я людей здесь нисколько не вью. Но все, как говорится, на кухні собираються, или так собираються, когда уже это закончится. Виключно украинською мовою, бо якщо ви розмовляєте російською, ви підтримуєте ворога. У мене одно питання. Мій батько зараз захищає часів я, але він розмовляє російською мовою. Це що, він тепер ворог? Я не хочу такого казати. Просто в мене також я не бачила, що в батько, що я захищаю Україну, але він має вчити українську. Так він захищає часів я, поки ви тут розмовляєте. Шкільник, конечно, молодец. Видео прекрасно сделал этого пропагандиста. Це про тему про язки, що язки, дійсно, це та тема, на яку нас просто стравливають і продовжують це робити. Я считаю, що тему эту язоковую в очередной раз підтраждаю. Говорю, треба заканчувати, закривати, вводити на неї мораторий, розгонять вот этого кремня вместе з его бесполезною организацией, отменять это на законодательному уровню, все эти дебильные запреты, штрафы і тому подовне. Такого в нормальной свободной стране, такого быть не должно. Так, тут. Гарного дня. Все добре. А чому я російський? А я російський. Далі що? А вас паспорт громадянина Росії? Ну і що, у мене український паспорт. Просто є закон про підтримування, 20 міль 4, про забезпечення функціональної української громадянської державної. Можете його порушуєте? В Україні. Я в своїй машині. Я не винюю в державянську. А ви бізнес, ви надаєте паспори. Ви не додому до вас прийшли. Це неприємно, що попрошуєте закону. Гарного дня. Видите, такі же в Одесі у нас теж эти шариковы, швондеры, вот эти все теж действують, они скрыто, спеціально вызывают, на ничку снимают. Но я хочу заметить, що сейчас, если что-то у нас в ближайшее время поменяется, а оно, скорее всего, поменяется, то самый будет хороший вариант, если просто это все отменят, как-то забудут и спрячут. Потому, что если не хватит новой власти, новому президенту, дальновидности эту тему закрыть и спрятать, просто уже это закончится тем, что как раз войны не будет, АЦК уже не будет. Просто за это будут банально бить. Кто-то к кому-то будет цепляться. Я уже об этом говорил не раз. И вот вчерашний, по-моему, видеоролик у меня был, где парню там тоже эти идиоты прицепились на тему, на ком-то языке разговариваешь. Это не имеет никакого значения, эта тема вкидывается за единственной целью, чтобы у нас развалить общество изнутри. Вот это вот мое мнение. Также мое мнение, что те люди, которые незаконно находятся в СИЗО, в местах лишения свободы, с ними надо вопрос решать, как можно сказать. Я здесь обращаюсь к судям, к правоохранителям, к прокурорам. Вы должны понять, что скоро то, что сейчас у нас происходит, закончится. И вам всем придется по-любому за ваши незаконные действия нести ответственность. И сейчас продолжать продление под стражей. Вот эти все действия, связанные незаконно и с какими-то уголовными делами непонятно за что. Я бы посоветовал сейчас этим не заниматься. Вот эти дела, кто-то что-то сказал, какие-то блогеры, какие-то лайки, дизлайки. Это все кошмар. За это сажать нельзя. И, поверьте, это закончится. Это закончится, скорее всего, в ближайшее время. Я более чем в этом уверен. Даже если взять те примеры, которые громкие, которые у нас все на слуху. Дубинский. За что он там сидит? Я, честно сказать, так и не понял. Я, поверьте, давно уже работаю адвокатом, юристом. Я разбираюсь в законах. Если бы было за что, я бы, честно, слова за него не сказал. Просто он там сидит и все. Есть такой в интернете адвокат Крыжановский. Крыжаневский. Он критиковал тоже Ермака Зеленского. Тоже там СБУ, тоже с ним пришли поработать. Вроде, я понимаю, сейчас он на свободе. Но все равно в отношении него идут какие-то там дела, разбирательства и тому подобное. Слава богу, хоть он там в возрасте, мне так помню, за 60 лет человек не сидит. Свободные люди из Запорожья, которые ничего, по моему мнению, не совершили. Это галимые сфабрикованные дела по отношению к этим людям. Они просто ходили и говорили, что нельзя людей избивать, похищать и отправлять насильственно на службу в вооруженные силы. Тоже люди более чем полгода находятся в СИЗО. Из свежего. Медиакор, Шавлюк. Посадили в СИЗО. За что? За то, что он сказал что-то там про тысячу, которую Зеленский выделяет. Что за это можно сажать в тюрьму. Есть такая статья у нас новая какая-то появилась. Несуществующая. Это тоже абсолютно неправильно. Надо отпустить. Мой коллега, также по ютубу, адвокат Сергей Гула. Пропал. С ним вообще непонятно, что эти хоть я понимаю в СИЗО или под какими-то там делами находятся. Извините. А этот просто вообще пропал. То есть вообще непонятно, жив он, что с ним. Это, кстати, большой вопрос к адвокатуре. К нашей так называемой. Которая должна все-таки защищать права адвокатов. Человек медийно известный. У него очень много подписчиков. Он просто пропал. Видео удалены. Что с ним неизвестно. Наверное, поработала служба. Вот та самая из трех букв. Которая раньше НКВД называлась. На самом деле, когда власть поменяется, надо сделать комиссию. Которая будет заниматься этими всеми делами. Потому что там люди сидят ни за что. Люди сидят за лайки. Вдумайтесь. Что у нас за такое государство. Что если ты ставишь лайк. Или пишешь, что ты там что-то не согласен с Зеленским. Насчет чего-то. Или там, я не знаю. Ты там считаешь, что ТЦК нарушают закон. То за это берут садят. Что это за страна такая. Эти все дела надо собрать. Люди, вдумайтесь. Сидят не те, кто украли. Вот на яйцах. На форме. Еще там. Эти все на свободе. У них все хорошо. Люди сидят те. Вдумайтесь. Те, кто украли колбасу. По семь. По восемь лет дали. За кражу колбасы. Такие законы приняли замечательные наши депутаты. Их тоже. Всех этих людей надо отпустить. И не держать в тюрьме. Вдумайтесь. Люди, которые просто не хотят идти умирать на мясорубку. На мясобойню. Не хотят идти туда. Это, допустим, те же. Ну, там, отказался по каким-то соображениям. И, там, ухылянты, там, от трех до пяти лет. А те, кто называемые вот эти все СЗЧ и так далее. Так там срок до десяти лет. Вдумайтесь, друзья. За то, что человек просто хочет жить. Его надо этого человека, как это, посадить в тюрьму? На десять лет? Да вы что, с ума сошли? Такое ощущение, что он двоих человек убил. Это соизмеримое наказание. Дальше. Вот эти все, так называемые, наводчики и тому подобное. Те дела, которые СБУ расследовало для галочки, для палочки. Там тоже очень большие вопросы у меня лично возникли. Какая-то переписка. И, типа, тебя там чуть ли не пожизненный срок садят. Что это за такие доказательства перепиской в интернете? Таких доказательств быть не должно. Священники, опять же, те же. Тоже сидят непонятно за что. Многие, как по мне. Ну, я не понимаю. Я не вижу. Вот как юрист. Я чисто с точки зрения здесь юриста, не к моей любви или не любви к нашей власти рассуждаю. Они тоже сидят. Чего они там сидят? Что они нарушили на самом деле? Там они молились, с чем-то были не согласны. Ну, все мы с чем-то не согласны. За это тюрьму сажать нельзя. А доказательства в духе, что кто-то что-то видел, кто-то что-то сказал, кто-то на кого-то написал. Так по таким доказательствам у нас всю страну надо посадить в тюрьму, получается. Если кто-то что-то где-то видел и кто-то что-то придумал. По придуманным делам. Мое мнение вообще, что надо создать, когда закончится эта власть, начнется другая, четко комиссию. Собрать туда независимых юристов, чтобы эти все дела, которые понаклепало это СБУ, это бюро расследований, полиция за это время, по отношению нужно пересмотреть и поотменять все эти приговоры. Поотменять все это, реабилитировать людей, которые ни в чем не виноваты. Вот это надо сделать в первую очередь, потому что люди сидят незаслуженно. Начиная от Дубинского, заканчивая самой последней там какой-то бабушкой в деревне, которая там СБУ создала страницу. Она где-то зашла, то ли нажала, то ли не нажала. Ее хотят посадить на 10 лет в тюрьму за лайк. Ну, куда это? Ну, такое быть не должно. Надо эту ситуацию менять. Отряды Путина, поздравляем тебя, Трамп, с победой на выборах. Но, хотим сказать, что это было не так уж трудно по сравнению с тем, что тебя ожидает в будущем. Поэтому мы тебе предлагаем присылать к нам Илон Маска и мы его приконсультируем, как надо разговаривать с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным.